Монтаж начался за день до спектакля. Декорации, свет, звук – всё надо адаптировать под незнакомую сцену, которая к тому же оказалась меньше уфимской по размеру. Нам пришлось декорации двух сцен уменьшить, потому что эта сцена уже, чем наша. Наша сцена больше 8 метров, у них здесь меньше метров 7. Поэтому у нас других вариантов нет. Мы часть убрали, пересверлили, и у нас получается, что декорации войдут, и спектакль будет нормально проведена. На ходу меняли и мизансцены. Из Москвы специально прилетела режиссер-постановщик Елизавета Корнеева. «Лунный мир» – её дипломный спектакль, и уже успел заявить о себе в театральном сообществе. Был показан на фестивале в Москве и вошёл в лонглист национальной премии «Золотая маска». Для меня самой было неожиданно. Я на самом деле думала, сейчас я поставлю спектакль, получу диплом. То есть цель-то была совершенно другая. Но оказалось, что аппетит приходит во время еды. И когда я начала ставить, я поняла, что актёры меня поддерживают, и мы очень многое можем сделать в этом спектакле. В Питере оперная труппа Башкирского театра выступала впервые. На гастроли приехало около 80 человек – солисты, хоры и артисты оркестра. Оркестр достаточно редко выезжает, ну, собственно, как и солисты. Но солисты могут пригласить в какой-то театр по личному ангажементу, он может поехать что-то спеть. С оркестром сложнее, потому что, ну, это достаточно дорого. Это дорогое удовольствие. Хорошо, что сейчас государство субсидирует такие фестивали. Собственно, у артистов оркестра тоже появляется возможность выехать, как-то показать свое мастерство, искусство и, естественно, подстегивать профессионально. В северной столице «Лунный мир» показали в рамках четвертого международного фестиваля камерных опер на сцене театра «Санкт-Петербург-Опера». Уфинскому коллективу выпала честь своим выступлением закрывать форум. Кроме башкирских артистов, в нем приняли участие труппы из Венгрии, Македонии, Латвии и Казахстана. Вообще очень интересно, на самом деле, потому что ты смотришь, куда движется режиссура, да, ты можешь понять, какие тенденции сегодня, потому что есть мнение, что очень много модерна, есть мнение, что вообще нету классики, хотя это не так, потому что, например, та же Греция привезла исключительно классический вариант спектакля с очень фантастически шикарными костюмами, детализированными того периода, который они ставили. По декорациям интересные, по музыкантам. И самое главное, что очень было приятно слышать, уровень оркестров. Сразу после показа фура с декорациями отправилась в Уфу. Артисты же останутся в Питере еще на несколько дней. Город на Неве коллектив покинет для того, чтобы отправиться дальше в главную столицу нашей страны. В Москве к питерскому камерному составу присоединится еще более ста человек. Артистов оркестра и хора. И 29 октября на сцене Большого театра уфимцы представят оперу Шарля Гуно «Фауст». Маргарита Гафарова, Олег Меньков, Вести, Башкортостан.